Что арабы якобы вообще не работают? Сразу скажу, это ложь. Вся тайна кроется в том, что 94% арабов работает государственными служащими, чиновниками, полицейскими, проверяющими. Так вот, минимальная зарплата такого госслужащего, в переводе на наши деньги, не может быть меньше 70 тысяч рублей. Но это минимальная зарплата. Если ты уже добился чего-то на государственной службе, то твоя зарплата составляет около 2-3 миллионов рублей в месяц. Например, полицейский, занимающий пост начальника какого-то подразделения, разъезжает на Бентли или Феррари. Но если ты получаешь всего 70 тысяч рублей, на Бентли тебе, конечно же, не хватит. А вот на новенькой Тойоте ты будешь ездить без проблем. Разумеется, араб не хочет ездить на Тойоте, а хочет ездить на Феррари. И поэтому он старается на своей работе и работает довольно-таки много. Так что не надо думать, что арабы бездельничают. Это миф. Другое дело, что зарплаты у них космические. Это да. Кстати, для тех, кто не знал, в Объединенных Арабских Эмиратах на государственную службу не принимают иностранцев. То есть работать на госслужбе может только гражданин этой страны. Иностранец может работать в любой частной компании. Но его никогда не возьмут работать на государственную службу. Кстати, помимо возможности устроиться на госслужбу, у граждан Объединенных Арабских Эмиратов есть еще ряд привилегий, которые даются при рождении. Это бесплатное жилье, абсолютно любое медицинское обслуживание в течение всей жизни бесплатно и бесплатное образование в любом учебном заведении мира. Согласитесь, неплохо. Но если все так шикарно, то как же стать гражданином Объединенных Арабских Эмиратов? Тут-то и кроется главный подводный камень. Стать гражданином Эмиратов на данный момент просто-напросто невозможно. Гражданином Объединенных Арабских Эмиратов может стать только человек, рожденный от гражданина этих самых Эмиратов. То есть, например, если вы, девушка, выйдете замуж за араба, то вы не станете гражданином. А вот ваши дети, рожденные от этого брака, станут гражданами. Следующий миф очень распространенный. Скажу честно, я сам в него верил до недавнего времени. Это миф о том, что якобы Объединенные Арабские Эмираты зарабатывают свои баснословные деньги преимущественно от торговли полезными ископаемыми. Все дело в том, что доходы от нефти составляют всего 10% от ВВП Эмиратов. Все остальное – это туризм, недвижимость и торговля чем-либо. Именно недвижимость и связанная с ней индустрия туризма, а также благоприятный режим, созданный для международной торговли, являются основой экономики Объединенных Арабских Эмиратов, а вовсе не нефть, как думают многие. Шейх Заид и его наследники построили свою восточную сказку не на энергоносителях, а на грамотном пиаре, рекламируя Эмираты на Западе как остров стабильности на нестабильном Ближнем Востоке. Каждый вооруженный конфликт в регионе сопровождается ростом цен на эмиратскую недвижимость. Сами же Эмираты в разборках, включая последние в Ираке и Сирии, принципиально не участвуют, чем гарантируют себя от атак террористов. И это тоже результат либерализации режима. В 2002 году указ шейха Дубая позволил иностранцам свободно приобретать недвижимость, а в марте прошлого года в Эмирате был принят закон о регистрации недвижимости, закрепляющий право иностранных собственников на покупку жилья. Размах строительства в Дубае поражает любое воображение. В Крошечном Эмирате работает 20% всех строительных кранов, имеющихся в мире. По оценкам властей Эмирата, в настоящее время здесь возводятся строительные объекты на общую сумму в 60 миллиардов долларов. Востолько же оцениваются проекты, которые находятся в стадии разработки. Объем ВВП всей страны составляет сегодня 370 миллиардов долларов, и лишь 10% из этой суммы – доходы от нефти. Львиную долю средств в экономику приносит туризм и сфера недвижимости. Им удалось создать из своей страны бренд, который знают все, даже те, кто никогда здесь не был. Кстати, в Объединенных Арабских Эмиратах наблюдается полное отсутствие коррупции. Так как государственным служащим или чиновником может стать только гражданин страны, то сами граждане страны и контролируют жизнь в Объединенных Арабских Эмиратах. Коррупции там действительно нет. В качестве законов в Эмиратах взяты нормы из шариата, и поэтому закон здесь соблюдается очень строго. И каждый человек, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, знает, что если он нарушит закон, то его гарантированно накажут. С другой стороны встает вопрос. Жители Объединенных Арабских Эмиратов – это мусульмане. А как мы знаем, у мусульман процветает коррупция. Например, в Египте, Иране, Турции, множестве африканских стран. Почему в данной мусульманской стране отсутствует коррупция? Только ли потому, что у всех хороший доход? В общем, для меня это остается загадкой. Но факт остается фактом. В Объединенных Арабских Эмиратах нет коррупции.